Друзья, мы только что закончили писать интервью для канала Ирины Хакамады. Она интервьюировала нас. И вот небольшие наши выводы, о чем, почему это интервью будет вам полезно. Первое — это вы получите метод, как общаться со звездой и как запаковывать онлайн-школу для звезды. Мы дали ей советы и дали ей видение, как она может сложить годовую программу, сделать туда элементы клуба. И это может помочь вам, если вы вдруг решили запродюсировать звезд. Вы увидите, узнаете, как убедить звезду, что и финансово, и по временным затратам выгоднее иметь онлайн-школу. Вы получите пример того, как закрывать очень популярное возражение крутых экспертов, что у меня все индивидуально, групповой формат не получится, в онлайне это не сработает. Это будет вам очень полезно. Смотрите внимательно. Привет всем! У меня в гостях Дмитрий Юрченко и Сергей Капустин. Оба молодые и красивые. Один похож на Дали, а другой на Супермена, у которого большие перспективы. Это шутка. Я хочу вам их представить, потому что мы сегодня поговорим о том, что из себя представляет рынок онлайн-образования. Эти два молодых человека являются представителями самых крупных игроков на этом рынке у нас в России. Скажите, пожалуйста, почему вы в это полезли? Насколько вам это интересно? У нас немного разные истории. Есть история нашего объединения, есть история до того, как мы это начали делать. В России не так просто вести бизнес, на самом деле. И прежде чем пойти в онлайн-образование, у меня был опыт цветодиодной компании, цветочной компании. Я там помогал отцу в гостиничном бизнесе. И оказалось, что все это довольно тяжело, сложно в диодной компании. Мы ушли в минуса, с долгами оказались. А в онлайн-образовании оказалось, что можно стартовать без денег. То есть не нужны какие-то капиталы, можно работать без офиса. Сотрудникам можно платить частично, издельно. То есть у тебя нет какой-то постоянной зарплаты. Проект стартовать просто легче. Но по этим критериям можно точно так же заняться продажей товаров в интернет-магазине. Я же занимался и продажей товаров тоже. Но что происходит, когда ты конкурируешь на товарах? Ты конкурируешь только по цене. То есть у тысячи таких же ребят, как и ты, тоже одинаковые товары. Ты выставил, они выставили, вы рекламу настроили примерно одинаково. И ты можешь конкурировать только по цене. Маржа и прибыльность такая маленькая оказывается, что бизнес просто на грани выживания находится. С товаром проблема, что нужен склад, нужна оборотка. Эти деньги нужны для старта, без этого невозможно. Мой первый бизнес – это «Кнопка жизни». Это как раз такие товары из Китая, из Канады. Это такие браслеты для пожилых людей. Когда им плохо, они нажимают на кнопку, включается громкая связь. Либо клончики на шее. Это еще и сервис, это колл-центры. И этот бизнес до сих пор живет. Я акционер, но я оттуда вышел, потому что я устал. Это был такой операционный, рутинный бизнес. И я начал делать остров на Мальдивах. Необитаемый остров, куда мы вывозили людей в формат «Последний герой». Но это туристический проект. Это люди платили нам примерно 7,5 тысяч долларов. И отдыхали, совершенно выживали такие рабы. А, то есть, эта игра была, да? Это была игра туристическая такая. То есть, кому-то плохо вы спасали? Да. Мы там были, я там был. Мы сами вместе с ними, по сути, играли. И еще интересно, я это объединил с любовью с первого взгляда. Я взял холостяков и незамужних девушек. Вот это хорошая рука. Да, я и начал заниматься из боли, из того, что мне было больно заниматься вот этим обычным, рутинным, традиционным бизнесом. Ну, понравилось? Очень понравилось. Но потом начались проблемы с туристическим регулированием, с мальдивскими партнерами. У моего партнера здесь, в России, ЦБ отнял лицензию, у него был банк. Ему пришлось быстро линять в США, где он сейчас находится. Ну, понятно. То есть, оказалось, что онлайн-образование с точки зрения бизнес-модели оказалось наиболее оптимальным. Да, а у меня была онлайн-школа всегда как вот такое хобби. Мы с женой просто делились опытом и никогда на этом не зарабатывали. И когда у меня после острова мой партнер уезжает срочно, а на мне остается долгов 27 миллионов рублей. И я такой думаю, что же делать? В этот же месяц моя онлайн-школа принесла миллион 280. Я такой, понимаешь, это знак. Да, видите, видите, какие там просто. А почему вы самые крупные? В чем у вас главные секреты? Или это секрет фирмы, его нельзя раскрывать? Ну, мы довольно давно в индустрии находимся. Сколько лет? Уже порядка 10 лет. То есть, примерно с появления этой темы мы что-то там начали уже пробовать. Почему мы лидеры? Потому что мы относимся к этому бизнесу системно. Ну, большая часть людей, которые в бизнесе, это там одинокие эксперты с небольшой командой, которые больше нацелены на то, чтобы преподавать, на то, чтобы там где-то выступать. И у них нет времени на то, чтобы строить системы. Мы же сразу стали целиться на то, чтобы вот заходит человек в обучение. Там зачем он заходит? Он заходит за тем, чтобы получить какой-то результат или трансформацию в жизни. Ну, то есть, какое-то изменение. Он хочет этого изменения. А что будет в процессе? Ну, то есть, как он будет? Это будет обучение или один на один коучинг, или там оффлайн, онлайн, или это все будет одновременно. Это неважно. А, то есть, вы даете систему. Да, это хорошо. Мы комбинируем все. То есть, мы понимаем, что один преподаватель зачастую не может дать человеку там полноценный результат. Это группа преподавателей. Иногда это один на один, иногда это групповая, иногда это онлайн, иногда это сообществом что-то решается. По какими темы вы больше всего получили клиентов при обучении? У нас сейчас своих четыре онлайн-школы, порядка 40-50% идет из акселератора онлайн-школ. Это онлайн-школа по созданию онлайн-школ. Соответственно, это миллионов 40-50 приходит из акселератора онлайн-школ. Так. То есть, люди хотят сами создать онлайн-школы? Да. Мы обучаем, как создать онлайн-школу. То есть, вы обучаете, как создать конкурентов самим себе? Ну, там какая история? То, что вот что позволяет онлайн-школа? Ну, какая была первая мечта? Когда люди заходят в бизнес, они все мечтают о свободе. Но когда ты реально заходишь, ты понимаешь, что у тебя еще больше времени ты работаешь, свободы особо никакой нету, мы женались низко, тебе постоянно приходится там бороться, драться и так далее. У тебя еще и офис, ну, как бы куча проблем. Мечта-то о свободе оставалась все равно. И вот онлайн-образование, оно позволило эту мечту реализовать. Как минимум, получилось сначала просто не жить в России. То есть, вот не зимовать в России уже, когда у тебя онлайн-бизнес, это возможно. Потом там высокие прибыли получилось. Потом вот, ну, офлайн-бизнес, ты работаешь на небольшой город, а тут ты сразу работаешь на 350 миллионов человек. И поэтому к вам бегут люди, чтобы этому научиться. И тоже зимой проводить время в Таиланде и при этом всех обучать. Я был на Пангане, и ко мне подходят люди и говорят, слушай, а вот как ты сделал выстрел в такой бизнес? Типа там, помоги, учи, там, ну, как бы просто просят консультации о времени. Я сначала встречался, помогал, потом мы записали просто бесплатные уроки, ну, и давали им посмотреть просто друзьям. А потом уже стали делать полноценный курс из этого. Поняла. А второй процент какой, эзотерики, столь, учится? Всякий магин. Большой процент разных лайф-коучей, психологов, тета-хилер. То есть есть, это, наверное, в целом треть рынка примерно. Это вот астрологи, нумерологи, психоаналитики. Это все. Ты имеешь в виду треть рынка всего в России? Я думаю, да. Ну, вот если брать по самым, наверное, востребованным, где денег больше всего, то самое, наверное, востребованное – это женское обучение. То есть вот женщины 30-40, они очень много обучаются, много на это тратят денег. Чему? Астрологии? Очень много чему. То есть самое востребованное – это отношения. Даже не как найти мужчину, но как найти мужчину тоже популярно. Как удержать? Но самое популярное – это как выстроить отношения. То есть это вот удивительный такой феномен. А в результате обратную связь отслеживайте, кто из них мужчину нашел после обучения? Ну, это же не наши проекты конкретно. Мы говорим про то, что наиболее популярно в России сейчас. Ага, поняла. То есть все-таки самое популярное – это больше как удержать. Давай вот конкретно словами. То есть вот у школы, есть школы по отношениям, как найти мужчину и удержать. они делают миллионов 20-25 в месяц их порядка пяти в россии то есть это крупные игроки есть мелкие которые делают там по 500 тысяч по миллиону по полтора при этом что интересно в этом рынке еще так он только формируется если люди думают что вот он конкурентный рынок то часто бывает передел в течение одного года приходит новый игрок делает новое предложение с новым экспертом и он резко становится игроком например когда-то была онлайн-школа называлась секта по похудению она и сейчас есть но потом пришла школа по похудению бешеная сушка она стала лидером номер один они делают 20-35 миллионов на винограде на все на упражнение какие темы больше всего привлекают деньги как заработать деньги как заработать деньги супер фитнес тоже привлекают мужчин но деньги наверно на 1 да то есть здесь так вот мужики это вот охотники за мамонтами а женщины охотники же мы за мужиками да как всегда причем у женщин очень популярны например вот наш товарищ марат негаминзианов он делает там около 20 миллионов на онлайн-школе рисования что же приходят женщины которые хотят как-то творчески реализовываться или там школа как делать цветы из фоамирана она делает там это понятно и я считаю что прикладные вещи для онлайн образования очень полезны если вам в онлайн показывают как сварить суп из топора каким образом разрисовать свою тарелочку и за три копейки подарить подарок это все поет прикладная вещь но когда вы говорите о том что нужно помочь становлению личности потому что ко мне многие обращаются для чего не учите в онлайн образование в онлайн-системе то есть и мы занимаюсь таким лайфхоуч то есть я учусь жизни через становление личности умение работать в своем сознании и я вот не представляю как можно воздействовать через глазок в камере на подписчиков ну как вы к нам же приходят такие запросы причем от ино известных личностей надо первое что надо понять это то что ну вы хотите же людям дать результат это трансформацию и у вас есть набор инструментов как эту трансформацию сделать что-то можно вынести как лекции там это может онлайн-обучение быть что-то нельзя это может быть там один на один что-то в группе дальше вы понимаете а за сколько я могу реально дать результатом берем при полгода и вы понимаете вы не целитесь онлайн-обучение сделать вы целитесь людям дать результат и вы строите обучающую систему с обратной связью к как угодно у вас есть набор инструментов и ваша задача дать результат и вам нужно вот но натыкать этих элементов так чтобы у людей было много результата трансформация и лучше это контроль то есть в целом как бы есть такое самомотивирование сами все сделать сами найдут большинство людей их нужно тащить направлять помогать и есть контролеры можешь привести там пример довлатова либо каких-то игроков которые в этой же теме просто уже же есть похожие более людей они решаются в онлайне похожи по из life коучинга из развития личности и вот вашей школе обратная связь то есть проверка выполнения домашних заданий кем осуществляется у нас команда у нас есть кураторы есть контролеры и в целом чтобы понимали что такое онлайн-школа вот к меру есть онлайн-школа английского языка но как правило это обучение по skype это не онлайн-школа это обучение по skype эта тема сложная для масштабирования чтобы взять еще там десяток клиентов нужно иметь преподавателя а онлайн-школа это предзаписанные уроки это кураторы которые это групповые разборы и как правило одна у десятков людей у сотен людей у них плюс-минус запросы вопрос одинаковые и когда ты коуча собираешь 1 у большинства они зеркально так также воспринимают и у них происходит тоже проработка еще важно что мы не любим только онлайн абсолютно онлайн мы за подход смешанный такой мы называем blended learning то есть такой с микс обучения когда процентов 70 80 это онлайн предзаписанные уроки когда это групповые вебинарные комнаты общение групповой с экспертом и оффлайн-встречи это конференции нетворкинги когда люди встречаются и обмениваются энергией опытом и там прямо интересно наблюдать как люди которые на протяжении многих месяцев общались по skype либо в каком-нибудь зуме они встречаются и они с таким энтузиазмом общаются как будто они друг друга уже знают несколько лет я могу рассказать чтобы я делал если вот надо было запродюсировать ирину хакамадо ну давайте я падаю заодно пойму мне это нравится я бы делала длительную программу там точно не меньше чем полгода лучше год то что люди очень хотят от вас но а мы сторонники того что людям отдавать то что они хотят ну и дальше можно уже делать давать то что им надо но как бы обещать то что они хотят но иначе не продать соответственно ну да иначе не будет масштаба и соответственно вот если говорить о годовой программе с ириной то есть это год это встречи ежеквартальные где люди встречаются в оффлайне они съезжаются со всей россии приезжают в оффлайн вы приглашать туда своих друзей там каких-то звезд они могут вместе там пообщаться потусоваться то есть это единая среда то есть ваша задача то есть например акселератор почему люди к нему приходят к нам приходит потому что мы даем сообщество крутое очень энергичных подвижных людей они друг друга заряжают даже если человек там не смотрит уроки и мы все равно все рассказывают вот это очень прикольно то что одна фраза мне не очень понравилось почему должна приводить на оффлайн встречи каких-то звезд ну не может не взять на звезд но вы же развода кто не звезда тут хочет просто люди хотят люди хотят погрузиться в новую среду вот он сидит в маленьком мерке и что сильнее всего человека трансформирует меня это снова окружение да не дружат они разные звезды любые интересные люди а интересные люди от друга любые то есть людям 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 прежде всего интересно новое окружение своим именем вы можете притянуть интересных людей вокруг себя и люди которые хотят они могут туда попасть они как бы хотят туда вступить дальше вы пишете например там 10 навыков или каких-то трансформационных элементов которые вы хотите людям дать и понимаете за счет чего вот это за счет онлайн курса вот это за счет оффлайн группы вот это за счет там работы один на один понимаете там эту себестоимость и встраивайте их такой годовой продукт и вы можете обещать людям и новое окружение соответственно новую жизнь то что на окружении очень сильно влияет на жизнь то что ну ты погружаешься в новую среду и вот но люди как бы тебя подталкивают вверх и те хочется иметь те результаты которые они имеют это стимулирует тебя к обучению это дает тебе энергию но тогда одним днем не обойдется пример вот дорогие американские продукты вот как они запакованы зачастую это просто годовая программа которая стоит 30 50 тысяч долларов 30-50 тысяч долларов где просто ежеквартальные встречи по два дня где идет приглашение вот мы например в таком зиме клубе состоим там приводит там долларов миллиардеров ну разнообразно каких-то просто интересных людей которые сделали там разные какие-то интересные модели там по бизнесу там через интернет и вот нам очень интересно у нас и окружение крутое ну там со всего мира туда и там бразильцы приезжают там индусы и там ну как бы и американцы управляетесь в таком масштабе с четырьмя школы у вас полно стаффов у нас да у нас около 120 людей на четыре онлайн школу даже наверно сейчас уже побольше что интересно что мы даже не знаем сколько у нас людей у нас нет офиса и сложно иногда сказать человек работает у нас фултайм или вот ну примеру здесь вот видите операторов там люди которые помогают и кого-то мы знаем кого-то мы не знаем мы не знаем сотрудник у нас не сотрудник мы недавно взяли файл увидели у нас 175 сотрудников испугались ну как так а потом увидели что зарплату плать ну естественно мы платим но вы не знаете то есть бухгалтер у нас же есть подчиненный условно установить руководители руководителя есть бюджет условно 5 процентов от выручки там на такие по сути сервисные подразделения подразделения маркетинга мы говорим 5 процентов от выручки мы управляем маркетинг это их уже проблема у них будет 25 сотрудников или 50 сотрудников нам главное чтобы они результат приносили и какая норма рентабельности годовая в онлайн-школах нормальная рентабельность это уже чистая прибыль это 40-60 процентов если ниже то это значит что что-то неправильно делают нету аренды ты легко регулируешь и условно это full time сотрудник у которого есть фиксированная зарплата либо получают от результата в нашем случае у нас все на статистиках и люди получают зарплату от результата продавцы сколько она продавали маркетологи сколько на литгенели как правильно освоили рекламный бюджет эти возьмем мой случай по вашей модели я согласилась как вы думаете так навскидку если я закончу все свои выступления во всех залах оффлайн во всех клубах как оратор где все оффлайн по два месяца и не буду ничего читать в корпорациях я получу такие же деньги я думаю получите больше мы не знаем что вы зарабатываете я другого мы не знаю как вы зарабатывать я могу сказать что выручка минимальная которую там при хорошем продюсере вы сможете получать это будет 25-50 миллионов рублей по по итогам после года в месяц вырек выручка ручка из которой будет прибыли примерно 50 процентов словно если мы говорим там средний сценарий это 40 миллионов рублей то есть из них будет 20 чистыми и вы будете делиться с продюсером хороший продюсер будет плави например набрать из прибыли соответственно это есть лимонов чистыми за минус налога до или налогов грязные налоги там условно минус 6 процентов почему при 10 миллионах это уже много так 10 миллионов 6 процентов по я запомнила дальше в зависимости того насколько вы еще будете глубоко интегрироваться ли вы будете каждый раз какие-то новые курсы придумывать там к первым к выпуску книжки вы будете придумывать какой-нибудь новый курс ли вы будете перезаписывать что-то если вы будете 1 месяц хотя бы встречаться с аудиторией то там можно делать предлагаете фактически при партнерстве школу свою личную то что забудьте выходить оффлайн онлайн клубы известные люди обратной связи то уже школах команда ну ну да это если вы захотите это делать мы просто я взяла вашу модель это сейчас абстрактно то есть народ не бойтесь я ниоткуда не ухожу просто я проверяю насколько это эффективно не только для вас насколько это эффективно для того а для для их там к миру школу астрологии да наша какая цель то есть астрологи у них все таки все как-то эффективно но тут даже засток и просто как марае какой обратную связь в астрологии люди не будут приходить вот многое по сарафану про про проходит если люди понимают что они получают они приводят смотрите просто как модель то есть вот вы иринах команда у вас есть бренд выстроенный личный дак там и соответственно но люди вам доверяют и вы можете или лично их обучать или вы можете дать им людей которым вы доверяете которые вы знаете что вот эти люди поработав с вашей аудитории они дадут результат у вас есть какой-то коуч с которым вы занимаетесь этот коуч может обучать ваших людей но эта школа под вашим модель но я не буду хвастаться но пока таких нет нет я человек который работает немножко нетипично то есть я в одном лице и философ и психолог и ученый чем мы отличаемся от других это тем что мы помогаем эрик и чертой выстроить команду стра если представить что через там 30 лет вам уже будет сложновато выступать там ритме к тому вы сейчас поступаете и а при этом хотелось бы чтобы за комплимент на это произойдет конечно раньше если предположить что все же вы хотели бы чтобы поток денег сохранился и чтобы там вашим родственникам было бы там вы бы могли дальше быть кормилицы там то здесь безумная школа будет сложно обойтись вот меру вот у нас есть одна из наших школ это free publicity там моя жена и его жена сейчас беременна я понимаю что сейчас примерно год жена не может быть активно увлечена мы поднимаем ее стоимость личной консультации сначала до 125 тысяч рублей все равно продолжает покупать мы поднимаем до 175 покупают меньше но мы автоматом поднимаем цену кураторов которые у нас курсе и мы говорим что они вторые по крутости после кати по коучингу по личному бренду потому как написать книгу как выступать публично как писать текст к как публиковаться топовых сми и люди которые максимально могли раньше продать свою консультацию за 2-5 тысяч рублей сейчас и консультация 2550 и работает система то есть катя это такое лицо становится на который идет рекламный бюджет катя проводит вебинары иногда живые 1 месяц а часто это потом живой он потом запись идет и катя является таким экспертным хабом на который все хотят быть причастны они понимают что катя слишком дорогая для них для того чтобы она лично давала обратно связь к тебе за долг всей системы а есть есть эксперты которых она взрастила они сначала многие выпускники наших курсах и сейчас 75 примерно человек они не наши сотрудники моим платим просто процент от тех денег которые они обслужили то есть условно кто-то приходит человек покупает к меру эксперта второго уровня после катя за 50 тысяч рублей и мы примерно пятерочку семь с половиной тот платим ей за сессию соответственно все остальное это рекламный бюджет и команда и наши наша прибыль а так бы этот человек все равно не получил бы за этот час больше там двух трех тысяч рублей на 5 вот с кем-то кто уже давно и кто мы понимаем что мы хотим удерживать выплатим там 10 15 тысяч рублей таким образом работает система которая вне зависимости того катя беременна ли либо захотела вообще уехать на три месяца в ретрит куда-то отдохнуть система продолжает работать ну или вот школа астрологии то есть вам не нравится просто астрологии но абстрагирует я понимаю карты таро это все технологичные все ваши темы которые перечисли технологии я просто переду пример как мы трансформировали личности это весь не очень технологично она интуитивно все зависит от того что вы обещаете если вы человеку обещаете если вы даете контент и говорите и вас вам будет обратная связь от движухи а личная там трансформация за что за что ирина хакамада переберется вас ведет это дорого и редко продается и онлайн школа она позволяет повысить средний чек и условно сейчас вы относительно закрыты для того чтобы к вам пойти учиться и я уверен что если вы откроетесь на там если пойдет рекламный бюджет если все пойму что вот там по перезагрузке какой-то жизненного темы то есть это это вы и дальше вы говорите но со мной лично это стоит уже там сессия там я думаю что раза в 35 можно поднять цену я бы делал так наверное то есть сначала можно запускать с вашим как большим вовлечением а потом чтобы не терять качество просто строить каких-то людей которым вы доверять на кураторов тренеров воспитывать среди тех людей кого вы обучили и делать из этой системы как бы полноценную систему где будет где вы будете методологом или вы будете наверху всего процесса и будете отвечать за то чтобы где были результаты абсолютно правы но в том-то и дело что слова методология не совсем подходит ко мне это у вас у вас условно фристайл такой импровизация вопрос я я верю в то что если поставить цель то ресурс если посмотреть еще лет 200 назад нельзя было кофе купить стандартного качества но всегда все было разные прожарки разные сейчас научились стандартизировать и даже обучение английского языка уже можно понимать что нужно сделать раз два три у тебя будет плюс один уровень к твоему текущему уровню и то же самое вот мы к примеру мы создаем вебинары вебинары это творческий процесс который казалось бы но если мы не участвуем то сложно сейчас у нас две тысячи резидентов и у нас есть кураторы и мы к вебинару уже относимся как к конвейеру примеру как вот машины раньше производились раньше был тех технарь который там все это собирал как-то делать и поршниками ванна а сейчас есть процесс конвейер то же самое можно если попытаться передать ваш мыслительный процесс пример в создании там в нашем случае вебинара то мы обучили кураторов которые учат да они естественно эффективность хуже но тут вопрос такой если хотите что было круто заплатите нам много если денег нет то пойдите к нашим ребятам они сделают по нашей модели чуть похуже но дешево примеру если там брать то вот элемент конвейера там вот они сначала люди там прежде чем попасть к вам они могут прийти же подготовленные вы можете там чуть-чуть докрутить они будет там результаты то есть они посмотрели какие-то уроки с ними поработали в онлайне они встретились живую там с кем-то кураторами предварительно до вас пришли к вам вы их там чик подкрутили конечно поле эксперимента огромное самое главное понять только один принцип случае с такими людьми как я не формально потому как я называю все мои лекции а потому какая есть не все материалы поддаются стандартизации не каждый продукт может быть кофе грубо говоря вы делите то что не может быть кофе и оставьте его не каждому человеку не каждый человек выдавливает из себя некие общие стандартные схемы работа человеческим материалом очень сложно именно поэтому психологи и психоаналитики адвокаты по сложным делам никто не работает не индивидуально заметили и стоит бешеные деньги почему как то скажи ситуация уникальна вы не можете ничего стандартизировать но есть шанс потому что я даю большие курсы и в них есть некие вещи которые стандартизируют будут их можно обыгрывать а дальше уже это послали а дальше встроить и что если вы хотите получить полный эффект от системы вам надо взять сессию с ириной вот видите мы нашли компромисс и так ваша мысли наконец стало всем понятно то есть вы прошли большой до путь вы стали крупнейшими игроками каждый расширять количество школ нету сил потому что они отнимают много времени это отдельный бизнес поэтому вы готовы распространять ваше обучение онлайн на рынке и те кто хорошо там себя проявит станут вашими партнерами вы будете находиться в доле и помощь будет и всем и другим а и и и и и